Здравствуйте, меня зовут Алексей Коноплёв, это программа «Репортер» – самые интересные новости и события в итоговом выпуске. Самара как бренд, как фестиваль «Волга-фест» сделал город модным, какими сувенирами теперь не стыдно удивить гостей и какая она на вкус – волжская кухня. Самара присоединилась к празднованию Международного дня детей, кто устроил показ мод, а кто решил податься в официанты. Вы не поверите, но я знаю, чем вы занимались в прошедшие выходные. Только ленивый не выложил в сеть фотографию с хэштегом «Волга-фест». Тысячи людей и тысячи дел для них. Мастер-классы, лекции, музыкальные выступления – ни одной минуты свободного времени. Репортер отправился на самый масштабный фестиваль этого лета. Кто научил гостей играть на фруктах и как выглядит Самара глазами китайцев, мы нашли самое интересное. В переводе с китайского «господа» посмотрите направо, повернитесь налево. Все это – Волга, Великая Русская река. Позади 5000 километров пути в Самару из китайской провинции Чунцин приезжают оперные артисты. За два дня они так проникнутся волжским колоритом, что даже заговорят на чистом русском. А еще попробуют необычное блюдо борщ, узнают, что такое волжская рыба и поспорят с высказыванием, что в Чунцине самые красивые девушки. Оказывается, в Самаре лучше. Красивая, да? Красивая очень. Но это будет после выступления Самара. Удивит их, да еще как. Волга-фест собирает несколько тысяч гостей этого события. Ждали целый год фестиваль городской культуры во всем ее многообразии. Проект должен был стать достойным ответом одному из известных московских фестивалей. В 2015-м в Самаре состоялся пилотный выпуск «Жемчужины на Волге». Идею доработали, добавили культурных деятелей со всей страны, музыкальные и интеллектуальные активности. Получилось как минимум не скучно, а как максимум не одной минуты свободного времени у гостей. Принцип простой физики – замыкание цепочки плюс с минусом, дается сигнал, и таким образом появляется звук. Но звук, естественно, идет из компьютера. То есть, по сути, овощи или фрукты, или любой другой предмет может стать такой своеобразной альтернативной клавишей. Я еще вчера играла, это очень круто. Впечатлений очень много. Самарские овощи от московской команды ребята превращают в музыкальные инструменты. Все, что может проводить ток, пока одни только учатся, другие уже играют. На малой сцене звучит фортепиано. Павел Куприянов исполняет свое свежесочиненное, без названия, оно второстепенно. Ветер разносит звуки над рекой, треплет кудри молодого композитора. Романтика, да и только. Самое прекрасное, знаете, что, когда сидишь, играешь, и ветер с Волги дует. И тебя всего продувает. Это так хорошо, прям счастье просто. Я люблю танк. Площадки для каждого путешествия. Спорт Волга и пляж «Семья Знания». Все разделено на тематические зоны. Можно присоединиться к лекции или устроиться под пальмой. Все, чтобы почувствовать Самара, город, курорт. И в этом городе должны быть все пляжные развлечения. Над Волгой фестиваль летучих змеев. У нас сейчас вот произошел инцидент, у нас огромный змей улетел за пределы пляжа. Да, причем держали его в шестером. Но так это все равно интересно. Тех, у кого нет воздушного змея, просят не расстраиваться. Здесь можно сделать его своими руками. К шатру выстраивается огромная очередь за пять минут до закрытия. Люди просят сделать еще и еще. Сейчас мы будем с вами вставлять не в ручку, чтобы управлять нашим змеем. Это, пожалуй, самая ответственная миссия. Иначе без этого не полетит наш змей. Волга-фесты на радость гостям отходят от банальной схемы праздника. Сцены, шарики, салют здесь есть. Но в модном и стильном исполнении Самарская набережная преображается. На каждой новой точке свой арт-объект. Над ним трудились команды со всей страны. Перед художниками была поставлена задача взаимодействовать с волжским ветром. Отсюда гигантские качели, парящие невесомые лоскуты и картины с видом. Голодным до впечатлений здесь точно не получится остаться. Самарские кулинары поддерживают тему волжской индивидуальности. Суровая металлурка. Это гратен французский с картошечкой, курицей и грибами. Он вроде бы суровый металлурк, но внутри он нежный и прекрасный. Жить в городе-курорте модно. За эту тему отвечают дизайнеры одежды. Самара Космос становится трендом этого лета. Мода на старинные здания в элементах домашнего декора. Это копия с самарского наличника, с дома на Ленинской 256. Один к одному, можете сходить, посмотреть. Дело близится к вечеру до окончания Волга-феста. Остается несколько часов. На малую сцену выходит Народный китайский театр. Китайский лотер не ограничено временем и местом. Зрители здесь вовлекаются в процесс. Пестрый, очень улыбчивый и экзотичный. Правда, несколько со вкусом китайской калинки-малинки. Я в России уже третий раз, но впервые смог проникнуться волжским духом. Волга – великая река и воспитала много талантов. У вас здесь замечательные люди. Они все улыбаются, и это для нас очень важно. Мы гордимся тем, что встретились сегодня с вами. В благодарность на русском «Хао» в переводе на китайский «Браво». Спасибо за гостеприимство и необычный колорит. Иностранные делегации, к сожалению, не увидят самую красивую картину Волга-феста – «Волжский закат». Но они обещают вернуться на следующий год. Запускаем машину времени и возвращаемся в прошлое. Опять же, на Волжскую набережную. Представляем слово стране обвинения. Самарские юристы и адвокаты решили выяснить, кто лучше. Причем не в суде. Во время корпоратива все участники потеряли сотни калорий. Работники юридической сферы решили пробежаться. Для чего адвокаты отложили свои дела? И каково это появиться перед коллегами без официального костюма? Репортер не успевал за участниками забега. В таком виде они, возможно, встречаются впервые. Без дорогих деловых костюмов, строгих юбок и аккуратных укладок. Не стесняясь, демонстрируют друг другу обнаженные части тела. У них сегодня очень важный процесс. Стороны защиты и обвинения выходят на одну беговую дорожку. Я буду счастлив прибежать позже сотрудников. Я буду счастлив прибежать раньше сотрудников. Я буду счастлив, если все добегут до финиша. Серьезные должности, громкие имена в адвокатском сообществе. Юристы Самарской области устраивают себе ежегодный оздоровительный корпоратив. Но так, чтобы получилось с пользой. Премьера забега состоялась в прошлом году. В 2016-м дорожки даже не вместили всех желающих. Пришлось закрыть регистрацию за несколько дней до официального закрытия, потому что уже было полное количество народу на время. Один из самых завидных самарских женихов адвокат Вячеслав Яблоков не рискнул оголить длинные стройные ноги. Он сегодня на скамейке запасных. В этом году я себя не очень хорошо чувствую. Болел непосредственно перед мероприятием. Поэтому в следующем году обязательно побегу. Мы уже второй год поддерживаем это мероприятие. Что не адвокат, то спортсмен. Все участники как на подбор мускулисты и подкачаны. Им предстоит пробежать две дистанции, 2,5 километра и 10 для самых выносливых. Здесь тот же самый азарт, что и в зале суда. Друзья до старта на дорожке конкуренты. В процессе нет друзей. Ты ведешь себя корректно, но ты пристраиваешь разные стороны. Заканчивается процесс, ты выходишь в основу приятеля или друзья. Это вот важно не смешивать работу с личными вопросами. Я бегу в костюме, поддерживаю детей и при этом не создаю настроение. Самый веселый участник забега окажется и самым скрытным. Лицо свое он так и не покажет и успеет и закрутить интригу. Он далек от меры юриспруденции. Таинственный бегун, к сожалению, не попадет в число финалистов. В пальму первенства возьмут самые настоящие юристы. Юристы могут все. Они могут все не только в зале суда и в очередной раз восстанавливают справедливость. Все вырученные средства от забега направят в фонд помощи детям. А еще на минувшей неделе в Самаре праздновали День защиты детей. Кто устроил показ моды в музее, спустился в подземелье Музея Модерны и кто решил в свой законный выходной устроиться официантом? Репортер узнал, как и где гуляли наши дети. Пока одни доедают сладкую вату в парках, эти ребята в свой законный праздник в музей идут. На один вечер зал Самарского художественного музея становится подиумом. Пожелание всего наилучшего от известного историка моды Александр Васильев, к сожалению, не лично. Но все-таки желает юным кутерье успехов в карьере. Самарские родители решили тренд поймать и придумали своим чадом необычное задание. Отвели их в музей, познакомили с картинами в стиле авангард и сказали, теперь то же самое, перенесите на одежду. Костюмы российской сборной, которая едет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, они будут в стиле русский авангард. И мы так подумали, что хотелось бы нашим детям, вот нам, познакомить наших детей вообще, чтобы они узнали, что такое авангард, что такое русский авангард. И как раз вот в этом музее есть потрясающая коллекция. Мне понравилась очень сама картина, я тоже сделала на крыле половину ее. Ксения Устинова вдохновила из картины Малевича жизнь в большой гостинице. Сама придумала эскиз, только вот нужную ткань не нашла, но придумала, как выйти из ситуации. Веер из картона, топ тоже из картона, из бумаги экипирована юбка и из ватмана шляпа. Дети, они дополняют, гармонизируют отношения между мужчиной и женщиной. И в какой-то степени, ну как бы, имеет смысл вообще наша жизнь в детях. Пока в Самарском художественном выбирают лучшие костюмы в музее модерны, ищут клад в особняке Курлиной. Сегодня исключительный день. Экспонаты, конечно, трогать не разрешат, зато попросят пробежаться по раритетным коридорам. В гости милости просят те, кто только в школу пошел, и никаких взрослых. Их просят подождать за дверью. Дети находят конверты с заданиями, выполняют их. Потом спускаются в подваль, они ходят с фонариками, они ищут экспонат, который мы прячем в подвале. Посетители переносят в начало 20 века. Показывают, как люди могли жить без гаджетов и на чем ездили по городу. Первое задание – назвать все транспортные средства, которые есть на фотографиях. И тут за пинкой никак не могут найти последний элемент. Ребята не признали транспорт в гужевой повозке. Машина – это первый транспорт. Самолет. Самолет второй. Транспортные средства и еще один. Карабль. Я нашла свободное время и узнала, что можно посетить музеи. Мне нравится посещать музеи всякие разные. В это время в одной из самарских кофейн организаторы получают Оскар за изобретательность. Они предложили детям поработать с официантами в благотворительных целях. У меня прошел день шикарно. Мне все очень понравилось. Особенно обслуживаю. Мне кажется, было не столько сложно, сколько мы волновались. Потому что одно дело, когда тебе теорию рассказывают. А другое дело, когда ты уже работаешь с реальными людьми. Когда ты испытываешь то, что испытывают реальные официанты. Когда ты разносишь еду, ты получаешь много кайфа от этого. Принимают заказ, приносят его и желают прекрасного дня. Все, как положено. А заодно инспектируют внутреннюю кухню. В роли сотрудника заведения пробует себя Елизавета Иванова. Все, что произойдет с ней сегодня, будет в ее видеоблоге. Дети – это наше все. И это будущее поколение. Оно должно развиваться и идти в ногу со временем. Пока им не надо ходить на работу. А все, что требуется – наслаждаться тем, что есть вокруг. Взрослыми они всегда успеют стать. А ребенком можно быть только раз в жизни. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаю, что больше новостей вы всегда можете найти на сайте телерадиокомпании «Губерния». Я же на этом прощаюсь. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok